всем привет я рада вас приветствовать на своем канале и сегодня будет видео посвященное моим рукодельным итогам за март месяц на календаре уже апрель дело в том что 1 апреля совпало с пятницей и я уехала на дачу поэтому я не смогла снять вам итоги марта сразу по окончанию марта ну думаю ничего страшного в этом нету отличие будет только в том что в одном-двух процессах у меня сегодня уже будут в том числе результаты апреля но я об этом дополнительно скажу опять же повторюсь мне кажется ничего страшного в этом нету март у меня получился достаточно рукодельным понятно что это месяц еще когда погода на улице не очень хорошая тем более весна в этом году не торопится к нам прийти поэтому больше времени было дома больше времени было на даче и соответственно было больше времени на вышивание у меня очень хорошо продвинулась несколько процессов у меня было два старта что-то не получилось об этом мы тоже поговорим в конце видео честно расскажу все свои мысли поделюсь планами и в том числе расскажу о том что я планирую вышивать в апреле так что предлагаю вспомнить все мои процессы старты финиши за март месяц и провести вместе ближайший час времени мои скромные финиши марта перед вами действительно у меня были только такие маленькие завершенные работы прежде всего это связано с тем что у меня было три таких хороших весомых финиша в феврале когда я завершила три картины и конечно быстро завершить какую-то еще картину я не могла потому что я постепенно все вышивала не ставила себе задача что-то завершать поэтому у меня основали только продвижение ну а завершала я начинал и даже я бы сказал и завершала я небольшие работы но ничего страшного зато в апреле мне точно должен быть финиша ты так забегая вперед первым финиша марта у меня стал медведь я его начинала феврале но не успела завершить оказалось такой достаточно большой медведь вышивала по набору от волшебной страны вышивала с двух сторон а бисер к нему я докупала по номерам которые указаны в наборе заказывала и на озон и на вайлдберрис и леонардо я не помню до стояло где какой номер заказывала потому что я собирала вписи для второй стороны сразу для нескольких наборов и я смотрела в каком магазине есть наличие каких номеров вот соответственно вот такой медведь у меня получился вполне себе зимние интересные вот такими скандинавскими узорами процесс уже традиционно был легким и я его вышивала понемногу когда у меня была свободная минутка времени вторую игрушку которую я вышила это такая синица давайте напомню что он изначально у меня был набор со снегирем это был мой первый опыт вышивания с двух сторон и я для того чтобы не хватило материалов вышивала по двум наборам но основу взяла из одного набора естественно у меня осталась вторая основа мне было ее жалко выкидывать то чтобы хорошая деревянная основа вышивая второго снегиря было как-то скучно и я решила что я из снегиря сделаю синицу вот я так сказать сама придумала одну схему это будет очень громко сказать потому что я бисер подобрала на глаз взяла фотографию синицы понятно что взяла за основу снегиря только проверила что собственно снегирю немножечко по-другому выглядят и здесь нельзя было взять и просто грудку вышить желтой нет снегирь это другая птица нет другой рисунок на крыльях на голове а вот и я поэтому начала фантазировать на тему того что как сделать крыло как сделать голову и так далее понятно что можно было сделать лучше я не дизайнер но тем не менее я считаю что результат получился не так уж и плохо листья тоже пришлось поменять потому что если бы у меня были вот здесь зеленые листья то как-то было бы странно от зеленого крыла к зеленым листьям переход и внизу здесь тоже как-то не особо симпатично поэтому я решила что у меня синица сидит в осеннем лесу и листья уже пожелтели опять же вышивала с двух сторон я в целом довольна результатом не скажу что я бы хотела повторять подобный опыт но один раз можно было попробовать сделать вот и бусины я немножечко другие покупала потому что мне не очень нравятся оригинальные бусины в наборе с точки зрения размера здесь сильно светит основа поэтому я купила бусины покрупнее но в некоторых местах они начали толкаться поэтому я использовала бусины двух размеров опять же понимаю что это ягоды а ягоды в природе тоже не одинаковые не откалиброванные поэтому мне показалось что так тоже будет уместно и третья игрушечка вот такой медведь значит изначально это был набор от компании кварт который мне подарила саша и я решила что я не буду вышивать его на эти я не буду вышивать его как картинку потому что я не представляю куда я бы могла применить поэтому я решила что это будет игрушечка вот я меняла аиду на ткань вышила лицевую сторону при этом я подумала о том что если это будет новогоднее украшение то история про мед конечно уместно но было бы более нарядно добавить какой-то яркий цвет сюда поэтому я из бочонка меда сделала его как бы там ну мешочком для подарков подарком еще вместо желтого вышла красным цветом сверху пришила шнурок и еще вот на шее медведя пришила вот такой бантик подвеску она еще не сказал да еще спину сделала но здесь было все очень просто я отзеркаливаю схему и просто одним цветом повышевала собрала в игрушку пока я не стала делать подвес потому что я не уверена что я буду вешать на елку может быть я буду просто ставить как часть композиции мне кажется что уж пришить веревочку можно в любой момент поэтому пока у меня мой просто вот так виде игрушечки получился очень миниатюрный то есть он даже знаете у меня меньше чем превью совсем маленький медвежонок тоже такая безделушка зато я рада что мне не лежит набор меня уже готовая работа тоже вышивала его по мере возможности там по одной-две ниточки но когда я подводила итоги сегодня я посмотрела по крестиком то оказался объемный то есть там на две стороны пришлось что-то около 1300 крестиков я цифры покажу в конце но тем не менее вот в этой маленькой штучки 1300 крестиков и хочется сказать что всегда нужно помнить о том что но это прежде всего себе говорю что за кажущимся маленьким размером той или иной работой порой скрывается довольно весомый объем по крестиком и бывает мы думаем о сейчас я тут за один вечер сделаю себе игрушечку один вечер превращается в два три а то и четыре вечера и потом сидишь и удивляешься почему так много времени на нее потратила а вот по факту оказывается что это по крестикам то объемная вещь вот так что такие у меня были финиши марта небольшие нарядные яркие теперь давайте поговорим о стартах и первым стартом марта месяца у меня стал процесс мини букет семплер от жанет дуглас я уже неоднократно рассказывала на своем канале об этом проекте о том что он годовой каждый месяц выходит по одному букетику я в марте нагоняла всю норму которая должна была выше потому что я сначала ждала материалы потом у меня немножечко не было время этот процесс и задачей марта было выше все три букетика январь февраль и март и соответственно рамку вокруг вот и я вот весь марта немного вышивала эти букетики я сильно долго останавливаться не буду потому что у меня на канале уже вышло отдельное видео по этому процессу в котором я рассказываю подробно про сам проект про то где взять схемы как эти схемы выглядят а я для каждого букета показываю все ниточки которые указаны в оригинальном ключе делюсь впечатлениями по каждому процессу потому что ключ дан в нитках ручного окрашивания но есть альтернатива в dmc и соответственно я предполагаю что те из вас кто например заинтересовался данным проектом и хочет повышевать может задаться вопросом а надо ли покупать все нитки по ключу или можно использовать что-то свое и вот я на таком разборе ниток показываю что лучше взять по ключу что можно взять из своих запасов и так далее ну если вы не хотите смотреть отдельное видео я в двух словах скажу что процесс очень интересный он достаточно быстрый то есть на отшив одного букетика и рамки вокруг нужно ну примерно не знаю там час два три времени в месяц потому что здесь порядка 600 тире 800 крестиков и дальше уже зависит от вашей скорости сколько вы вышиваете в час и сколько в принципе вышивального времени у вас есть но я уверена что то больше трех вечеров не уйдет один букетик а поскольку он публикуется один за месяц то это совершенно легкая норма проект интересный проект любопытный проект красивый потому что мне нравится смотреть за развитием сюжета на основе потому что вот каждый букетик все равно сделал по-своему где-то листики отличаются где-то вот вазочки отличаются на цветочки опять же да там для каждого месяца свои придуманы свои оттенки ниток очень интересный такой дизайн я вышиваю его на основе от picture this place это эдинбург а цвет называется сэнта но это ведь такое неравномерное покрашивание очень очень интересный изящный проект я постоянно применяю это вот слово изящный потому что действительно он для меня такие выглядят плюс я вышиваю в одну ниточку через две нити основы поэтому он у меня смотрится очень легко так воздушно и наверное я вот в целом именно это люблю в дизайнах у джанет дуглас у меня уже был опыт вышивания одного блумил букета и вот как раз сейчас в этих букетах тоже я получаю то же самое ощущение вторым стартом у меня стал мишковый проект вновь возвращая в ротацию хотя бы один дизайн с медведем после того как я завершила уильяма по дизайну джона клейтон от компании heritage вот я решила взять dimensians это сюжет который называется teddy and kittens номер набора 35 236 вот такой дизайн решила сейчас взять потому что это простая серия ее можно вышить достаточно быстро и у меня в планах на этот год еще есть мишковые дизайны вот поэтому я пришел сейчас его повышевать как обычно ничего не меняю беру основу из набора все меня всегда устраивает в дизайнах dimensians мне пока не сильно есть что вам показать потому что буквально один вечер я посвятила этому процессу вот я начала вышивать голову медведя уже видно левая часть головы контур уха ну пока вот совсем-совсем малый здесь чуть меньше 500 крестиков я в последний день марта успела закрыть этот пункт плана и начать процесс действительно первое знакомство со схемой мне показала что простая серия себя оправдывает действительно очень легкая схема для меня легкой схемы заключается в том что я вижу что пока там не будет одиночных там по 2 по 3 крестика групп пока я буду вышивать сразу такими серьезными участками одним цветом и перед вами это я вышивала двумя цветами тоже брала нитку вышивала нитка заканчивалась я брала следующая нитка вышивала и нитка заканчивалась заканчивалась не схема заканчивалась нитка вот мне всегда так проще всего вышивать вот так что теперь этот дизайн будет в моей ротации в ближайшие сколько-то месяцев не знаю я пока не ставлю себе задачу в какой-то конкретный месяц завершить этот процесс как пойдет и как у меня будет время на вышивку в целом и теперь покажу продвижение по нескольким своим процессом такой самый у меня по вышивальному времени продвинутый процесс это сиренит алиса я начала этот набор в феврале планировала равномерно вышивать все месяцы весны и лета но этот процесс меня очень сильно увлек и как вы помните я феврале достаточно хорошо в нем продвинулась и в начале марта в первом плане марта тоже я очень много времени уделила этому процессу и скажем так отложила его только потому что мне хотелось еще несколько процессов повышевать пока снова на основе вот несмотря на то что очень много всего выше тогда но пока это смотрится как разброс цветов разброс крестиков для меня сейчас этот процесс какой-то игровой я вышиваю по саги потому что мне казалось что он сирене это такой цветок который передать в крестиках так чтобы это было легко вышивать достаточно сложно потому что все таки цветы пестрые и я предполагала что может быть момент того что нужно будет постоянно менять нитку по этой причине я нашла перри набор перри набор оказался очень хороший и я вот вышиваю по саги и почему я назвал этот процесс игровым потому что я вышиваю его по цветам то есть я прям выбираю какой-то один цвет и вот его вышиваю потом другой 3 4 и так далее очень необычная для меня манера вышивания мне очень интересно забавно и в 10 как игра смотрится то есть я постепенно один за другим цвета вычеркиваю это очень увлекает мне этот процесс здесь у меня сейчас готова где-то 44 процента работы и очень мне нравится то что получается я все очень довольна тому что я наконец этот процесс вышиваю второй по объему крестиков процесс который я вышивала в марте это мамино тепло овен даже не нужно уже вам показывать превью потому что практически работа завершена мне осталось немножечко повышевать крестиков внизу и бэком оформить этот процесс у меня идет вне основного плана но я очень много времени уделила в марте потому что это очень эмоциональный для меня сюжет набор подарила мне мама понятно что мамина тепло мамина забота это все передано в данном сюжете плюс я вот в буднях рассказывала что у меня в марте был такой период который был связан там с регулярным медицинским обследованием и тоже это у меня очень было связано то своими воспоминаниями из прошлого с теми ситуациями которые у меня были и в том числе как бы с маминой заботы это связано и мне как раз на той неделе когда я проходила обследование очень сильно хотелось вышивать именно эту работу она у меня воспринималась как знаете ну не скажу там оберег да или какой-то момент на который меня как-то охраняет мне эмоционально очень хотелось вот именно этот процесс на этой неделе вышивать мне казалось тут я ему вышиваю и все будет хорошо все новости будут хорошими и вот я решила прислушаться к своим ощущениям и я несколько дней подряд вышивала только этот процесс благодаря чему он очень хорошо продвинулся и действительно так у меня было на вдохновение на какой-то эмоциональной волне и вот собственно результат перед вами забегая вперед скажу что я очень рассчитываю на то что я в апреле этот сюжет завершу потому что я хочу очередных финишей а это самый вероятный кандидат мне кажется уже не нужно этот процесс перетягивать на май поэтому я вот одним из пунктов апрельского плана поставила финиш этой работы и к слову говоря это как раз один из тех процессов которые говорили что уже сюда попала апрельское выполнение потому что я с собой на дачу взяла этот процесс и вот здесь вот его продвигала поэтому здесь и март и уже немного апреля ну ничего страшного это так здорово сюжетом смотрится без бэк она так акварельно очень интересно вышивается привет тебе следующий процесс это мой новогодний сапожок от компании dimensions я вам в инфобоксе добавлю название этого набора и сейчас добавлю превью я повышевала здесь вот внизу часть фона часть дерева и уже у меня здесь оформились первые персонажи это вот три утки которые летят я сразу их обвела бэком для того чтобы у меня было что-то уже завершенное вот очень такой интересный процесс вы знаете он у меня сейчас постоянно просится на то чтобы быть чуть ли не основным процессом я сейчас не буду этот момент комментировать я это оставлю на ту часть когда я буду рассказывать про планы на апрель да поговорим вот в той части но процесс идет очень легко процесс идет с вдохновением тоже очень такой он интересный приятный и опять же у меня в этом году много таких процессов про которые игры ну наконец-то я вышиваю вот прям рада давно хотела сапожки или носочки по разному можно называть ну и наконец-то я взяла себе в ротацию такой сюжет сэмплер атланы это тоже процесс который я постепенно продвигаю каждый месяц моя норма 2000 крестиков и в этом месяце я свою норму вышила завершив вот этот элемент то есть я вышивала текстовую часть и сейчас я могу совершенно точно сказать что у меня вот эта часть уже полностью завершена был хороший процесс под сериал вышивать одним цветом одной ниткой через одну нить основы нужно очень аккуратно не опять вдумчиво поэтому я включала себе сериальчик и под него вышивала ну немножечко надовато может быть было я уже хочу все таки в этом сэмплере перейти к каким-то элементам бордюром каким-то отдельным элементам я рада что уже все при своем следующем часе вышивания этого процесса как раз я уже буду вышивать какие-то элементы и еще один процесс это долгострой это моя категория долгостроев это риолис я называю зимней сербской силон тоже норма в 2000 крестиков и я ее каждый месяц стараюсь соблюдать в этот раз я вышивала правую часть у меня сюжет развивался сверху вниз немножечко вот сюда вправо и дальше я буду спускаться вниз и уже здесь вполне себе так хорошо оформились контуры домиков контуры леса вот тут поля здесь в домике я завершала и как любой процесс в котором есть сплошная зашивка конечно мне нравится когда вот вышитая часть уже полностью зашита там нету пропусков и как раз вот сейчас у меня удается достигать вот здесь такого эффекта постепенно заполняя пространство у меня немножечко сейчас здесь выглядит неровно это связано с тем что у меня здесь боковая натяжка канва все-таки не совсем плотная да такая чтобы прям стояла поэтому мне сейчас боковая натяжка много оттягивает в бок поэтому может немного неровно смотреться на самом деле здесь все выше то ровно вышиваю шерстью в три сложения очень пухлая вышивка получается и постепенно постепенно веду долгострой к финишу из моих таких основных процессов плана это все не могу не показать традиционно еще своего медведя домой дорожный процесс который я с собой беру на дачу на рыбалку в марте тоже повышевала что у меня сейчас готова у меня готова голова у меня готова рубашка жилетка воротник кофты вот у меня добавились косы резинка внизу и манжеты и осталось еще два этапа первый этап это уже одним видом шва доделать ему джемпер и сделать штаны штаны вышиваются по схеме полукрестом если про львом там три цвета нитей такой интересный объемный процесс получается который выглядит как вязка я ожидаю очень хороших продвижений этого процесса в апреле честно как раз будет логично уже подвести итоги марта и перейти к моим планам на апрель давайте обратимся к моему блокноту если посмотреть на март в цифрах то у меня получилось что самое большое количество крестиков было вышито в сирене и мамина тепло от овен мы основные процессы дальше я вышла нормы в риолисе в сэмплере от ланы в мини букет сэмплере от джанет дуглас начала мишку с котятами в 1472 крестика я вышла это вот я вам показывала финиш мишка кварт почти забыла показать но вовремя вспомнила а у меня еще вышелся очередной жук в процессе от марии искусницы значит у меня было готово 3 жука жужлица могильщик и бронзовка и в марте я вышел жука оленя вот он интересный получился рогатый к разноцветной вот снова у меня ушел всего один вышивальный вечер на то чтобы этого жука вышить тоже не помню рассказывал или нет я снимаю отдельное видео по этому процессу и в том видео я про каждого жука рассказываю отдельно подробно еще и находя какие-то интересные факты про каждого жука поэтому будет еще отдельное видео у меня на канале посвящена этому процессу если подводить итоги того как я выполняла планы на март то в целом все получилось за исключением нескольких пунктов пункт 1 я хотела в марте вышить брошку анютина глазка по набор от компании тела артис и марте вот если формально грита в марте я этот пункт не выполнила но когда 1 апреля поехала на дачу я взяла набор с собой так сейчас я подумаю вы это видео посмотрите завтра а серия будни выйдет после этого да то есть вы еще не знаете в общем брошку я уже вышила и вы очень подробно посмотрите весь процесс серии будней а потом еще в отдельном видео вот так что этот пункт уже выполнено в апреле выполнен я не оформила сэмплер мил хилл я не распорола ошибочный участок в терезе венслер уже второй месяц подряд и никак не могу выполнить этот пункт почему я не могу выполнить потому что мне нужно найти время сесть посмотреть схему понять где я ошиблась и что мне нужно распороть и потом уже просто механически это сделать к сожалению опять не нашла времени опять так буду переносить следующий месяц если говорить об отшиве процессов у меня не повышевался спящий санта я не понимаю что происходит с этим процессом он мне не идет ни в какую вот но не хочу я его брать и вышивать это не связано с тем что это новогодняя тематика потому что я с большим удовольствием вышиваю носок от дименшенс я очень хотелось уже от спящего санту я его хотела давно я не понимаю почему сейчас у меня с ним такая проблема у меня нет ответа у меня хорошо организован процесс мне все комфортно мне нравится схема вот все хорошо но почему мне не идет я не знаю мне нужно над этим подумать потому что уже второй месяц подряд я не беру этот процесс вот и как вы помните когда про носок дименшенс рассказывала я говорил о том что я очень сильно хочу сделать его основным такой вот в этом парадокс у меня это новогодний процесс но я очень сильно хочу в нем серьезно продвинуться поэтому видимо надо будет сейчас прислушиваться к своим ощущениям и значит пытаться планировать спящего санту к отшиву но наблюдать и размышлять почему же мне не идет может быть просто ну вот что-то должно произойти такое импульсное чтобы раз я захотела вышивать этот процесс так бывает откладываешь 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 потом какой-то импульс не знаю просмотр фильма с соответствующей тематикой или созерцание отшива или что-то бывает такой раз сразу просыпаться вдохновение берешь начинаешь активно продвигать я не знаю мне надо этим подумать соответственно что у меня с апреля апрель у меня пойдет не по описанному в начале года плану потому что у меня в апреле будет отпуск мы поедем отдыхать естественно я свои процессы большие брать с собой не буду а поскольку у меня половина месяца пропадает я понимаю что я весь свой план и вышить не смогу ну и смысл мне тогда ставить в план то что я не сделаю поэтому я подумала подумала и что я решила значит понятно что я перенесла пункт вышить брошку от виолы и я уже даже поставила галочку то что этот пункт я выполнила я опять ставлю пункт распороть терезу венслер я здесь зачем-то начала нумерацию делать это я ошиблась я здесь должна потом галочки ставить то что не обращайте внимание значит я опять ставлю себе распороть терезу венслер я опять себе ставлю все-таки сшить оформить милых сэмплер далее я хочу видеть в качестве вот здесь в квартире до дома процесса основным процессом сирени от алисы я не пишу норму потому что я хочу этот процесс видеть основным и я ставлю в цель его продвинуть а сколько получится столько получится тысяча две три вот как у меня будет вышивальное время мне сейчас трудно сказать потому что вот сегодня 6 апреля через два дня мы уезжаем вернемся мы уже в двадцатых числах и ну там тоже не сильно понимаю как у меня будет со свободным временем в общем алису я хочу активно продвинуть понятно что я вышлю апрельский букетик от джанет дуглас я вышлю очередного жука в процессе от мари из кусницы и мамины тепло я ставлю финиш я хочу цель то есть у меня будет основное это вот сирень доделать мамина тепло вышить букет насекомых и все я больше себе в планы ничего писать не буду я не буду писать реолис я не буду писать носок я не буду писать сэмплеры потому что я не уверена что я это успею то есть если у меня будет время я бы естественно повышеваю и буду довольна что я все равно смогла эти нормы отшить которыми в годовом плане были но если не получится то не получится так и еще у меня по идее я каждый месяц вышиваю какую-то новогоднюю игрушку чтобы в апреле волшебная страна или какая-то другая игрушка я пока не могу сказать потому что вообще я с собой планирую взять вот медведя димаши с которой я вам показывала буду вышивать его штаны и джемпер я возьму с собой жар птицу ангел я вы сейчас в марте не показывал то что я там вообще не крестика не вышла я уже давно его тяну с собой поэтому я возьму чтобы прям активно продвинуть то есть вот у меня будет ангел на пластике и медведь это вот такие дорожные процессы которые я беру с собой я на всякий случай возьму какой-нибудь еще маленький наборчик маловероятно что мне понадобится но вот всегда хочется знать что у меня вот есть запас а вдруг так случится что я медведя ангела закончу и боже мне не будет ничего повышевать как тогда пусть лучше наборчик один поедет со мной поэтому я рассчитываю на продвижение дорожных процессов но в планы не пишу то что это дорожные процессы все холли на 9 у меня как дорожный процесс тоже со мной не поедет потому что я как уже сказала хочу активно продвинуть ангела я уже его очень давно вожу с собой вести поэтому медведь ангел все-таки будет приоритете вот такие у меня планы на апрель и принципе да планы небольшие пусть такими остаются лучше их выполнить буду довольна все это все что я хотела вам рассказать про свой рукодельный март а подождите не все я же еще с цифрами не закончила значит эти вот все свои нормы я записала посчитала у меня в итоге получилось двадцать одна тысяча три четыре сто тридцать шесть крестиков и это шестьсот восемьдесят восемь крестиков в день вот такая у меня получилась скорость хороший как я говорила хороший месяц март но я понимаю что сейчас у меня будет все меньше отшитых крестиков то что апрель мая июнь июля это уже все это уже лето дача это прогулки это всякие разные занятия и там уже будет меньше у меня нормы но и ничего страшного зима всегда более продуктивно чем весна и у меня получается уже в этом году эти я уже записала брошку как девятый финиш у меня уже получилось девять финишей а прошло три с половиной месяца интересненько вот всем теперь точно все что я хотела вам рассказать мы вместе с вами вспомнили что же я вышивала в марте и я буду завершать это видео я желаю вам хорошего настроения мирного неба над головой удачи успехов в том чем вы занимаетесь пока пока